Гидравлический домкрат Гидравлический домкрат Он помогает поднимать машины при помощи жидкости Все, что нужно этому домкрату, это примерно 750 миллилитров масла, рычаг и много усилий И тогда обычный человек сможет поднять груз, который требует приложить силу в 350 раз превышающие его возможности Это 18 тысяч кило или примерно резервуар для масла Поршень Когда домкрат помещает под машину и вручную качает рычаг Большое движение рычага передает усилия через жидкость, что приводит к малому движению плунжера и еще меньшему движению поршня в конце Это движение маленькое, но сила, создаваемая в процессе, огромна Она позволяет поднять автомобиль Пора докопаться на сути Там крат Он использует жидкость для поднятия тяжести Благодаря умному использованию гидравлики, этот домкрат может превратить обычного человека в силача, увеличивая его силу в 350 раз И все это при помощи небольшого количества масла, рычага и некоторых усилий Этот маленький инструмент дает большое преимущество Далее Аппарат для мойки под высоким давлением Ускоренная струя из крана быстро уничтожает грязь, расходы удивительно малой воды Аппарат для мойки под высоким давлением Пускной клапан прикрепляется к садовому шлангу, который подает воду Когда моющий аппарат включают, мотор приводит в действие насос, который создает повышенное давление воды Вода устремляется по шлангу до самого пистолета, где блокируется, и это выключает мотор Но когда нажимают на выключатель, мотор снова включается, и вода врывается из распылителя на большой скорости Чтобы узнать, как этот аппарат создает давление, а потом превращает его в скорость, давайте разберем его на части ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все начинается с выключателя Как только вы его нажимаете, мотор начинает быстро вращаться Он вращает наклонную металлическую пластину, которая делает более 3000 оборотов в минуту Когда пластина вращается, ее толстый конец заставляет поршни и насос опускаться один за другим Эти поршни соединены с пружинами, и поэтому, когда толстый конец угловой пластины поворачивается в другую сторону, пружины толкают их назад в начальную точку Вот здесь, то место, где вода может проложить себе путь из насоса через другой однопутный клапан в напорный шланг Вода устремляется по шлангу к пистолету Возле него она проходит через последний клапан, воду нельзя сжать Когда вода врывается из сопла, давление воды, он передает документы на расстояние Это может показаться удивительным, но факс не посылает текста или изображения Он посылает электричество Факс преобразует документы в электрические сигналы, чтобы они могли путешествовать Ладно, но как это устроено? Факс, клавиатура, подающий лоток, приемный лоток Между ними шаговый двигатель, который приводит движение в валики, оптическая считывающая устрасть Факс, клавиатура, подающий лоток Светодиоды вырабатывают монохромный зеленый свет Это означает, что у него только одна длина волны, и короче, это очень чистый зеленый свет Когда зеленый свет попадает на идеально черную поверхность Эта поверхность поглощает весь свет, и ничего не отражается обратно на датчике Когда зеленый свет попадает на цветную поверхность То, чем светлеет свет, им больше свет отражается обратно Чем темнее цвет, тем меньше свет отражается обратно. Чистый цвет позволяет точно оценить, насколько яркая эта поверхность, зависимо от того, какого она цвета. И это работа датчиков. И принимать мгновенно. Замечательно. Далее. Походная плита. Она преобразует жидкое топливо в газ для высокоэффективного приготовления пищи. Стоит только черкнуть спичкой. Походная плита. Она сжигает топливо, чтобы создать пламя для приготовления пищи. Это кажется простым, но это непросто. Дело в том, что резервуар плиты содержит жидкое топливо. Давайте разберем ее на части. В резервуаре топливо хранится в жидкой форме. Насос втягивает сжатый воздух. Когда клапан открывается, жидкое топливо под напором сжатого воздуха заполняет плитку. Когда оно достигает коллектора, то распыляется в виде... Не все молекулы внутри капелек вступают в контакт с кислородом воздуха. Они нагреваются и светятся, но не сгорают полностью. А то, что осталось, превращается в саж. Очень яркое и желто-белое пламя свидетельствует о неполном сгорании, которое производит саж. Но это пламя все-таки дает достаточно жара, чтобы очень сильно нагреть трубку, ведущую к коллектору. Так сильно, что когда жидкое топливо движется по нагретой трубке, оно превращается в пах. Она использует жидкое топливо, потому что оно компактное. Но стоит ее зажечь, как она преобразует жидкое топливо в газообразное. Затем соединяет его с кислородом из воздуха, и эта смесь сгорает полностью. Простой способ оптимизировать горение. Редактор субтитров А.Семкин